Всем привет, меня зовут Арина, вы на канале Мунтелл, и сегодня мы с вами будем пробовать ароматизаторы, парить ароматизаторы Angry Shock, поэтому давайте не будем затягивать и перейдем к тестированию. Мне пришел бруска Minican 4, уже четвертая версия, и куча картриджей. Я сначала не поняла, что это, блин, такое, короче, Angry Shock, это у нас вкус волк ауф, ауф, у нас есть баночка с глицерином, и есть баночка с ароматизатором, здесь получается полный объем 13 мл, и здесь пропиленгликоль и ароматизатор, и здесь у нас только глицерин, глицерин 17 мл, короче, мы все это сюда заливаем, и у нас получается полноценная жидкость. Очень интересный такой наборчик, я уже протестировала некоторые вкусы, надо же мне было до обзора разобраться, короче, я отметила 1-2 минуса и еще несколько плюсов. Короче, я вам обо всем сегодня расскажу, в общем, давайте приступим, что нам открыть. Вамбат Батяня, виноградная газировка. Вот так это выглядит, это чисто ароматизатор плюс пропиленгликоль в баночке. Да ё-моё, давай доставайся. Ёж-кутёж, синяя малина, давайте тестировать. Забыла вам сказать, что у нас в комплексе к каждому ароматизатору идет... Я думала, что это вата для койлов, это первое, что мне пришло в голову, но нет, это влажная салфетка. Охренеть, такие баночки, очень красивые, блин, ну дизайн это просто офигенно. Ёж-кутёж, здесь какие-то вот такие хитрые названия. Субтитры делал DimaTorzok Мы берем глицерин, заливаем сюда. У нас получается полноценная жидкость, в данном случае со вкусом синяя малина. Все это дело надо очень тщательно взбалтывать, надо, чтобы это все очень хорошо перемешалось. Будем все сегодня мешать и пробовать. Сейчас я вам скажу один минус, который я заметила. Один-единственный. Далеко отлетело. Если вы знаете менее варварский способ, как это открыть, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я не знаю другого способа, как вот эту вот насадку снять оттуда, кроме как ножницами или ножом так вот подцепить. Так, давайте все это дело смешивать. Это прикольно. Во-первых, это дешевле, чем купить уже готовую жидкость. И, во-вторых, это получается, кстати, нулевочка. Вы можете отрегулировать количество ароматизаторов у вас жидкости. И, в-четвертых, таки ароматизаторы вы можете добавлять даже в пищу, потому что это пищевые ароматизаторы. Я все залила. Теперь это все закрываем. И у нас получилась практически полноценная жидкость. Почему практически полноценная? Потому что еще ее надо перемешать. Все компоненты перемешались. Что-то я тут намешала, в общем, оставлю настаиваться. У меня такое чувство, как будто бы маленьких вот этих вот пятнышек на моей футболке не было. И когда я открывала эту баночку, брызги ароматизатора на меня попали, испачкали мне футболку. У меня прям такое чувство, что, ну, это вот именно так произошло. В этом заключается основной, самый главный минус, что надо снимать эту насадку. А просто так руками она не снимается. И поэтому брызги летят на меня, брызги летят вокруг, эта крышечка куда-то улетает на другой конец комнаты. Это непрактично. Почему это нельзя было все закрыть просто розовой крышкой, а вот эту вот прозрачную пипетку, не знаю, как это называется, положить в комплекте? Я так давно не записывала обзоры, мне уже кажется, что я просто разучилась это делать. Вот что мы сидим? 20 минут уже прошло. Что мы, блин, сидим? Что мы ждем? У нас еще жидкости есть. А, ну это я почти выпарила. Это чизкейк с клубникой и бананом. У меня здесь какой-то хаос просто на моем мини-столике. Ладно, мне прислали большинство кислых жидкостей. А я не прям уж очень люблю кислые. Ну ладно, давайте начнем с чего-нибудь другого, пока у нас настаивается жидкость. Это грейпфрут с малиной. Я уже несколько дней назад ее замешала, чтобы она как раз-таки настоялась. И мы полностью прочувствовали вкус этих классных ароматизаторов. И я ее сама парю. Хоть мне не очень нравятся кислые, но как бы протестировать мне прям интересно. Вкусно. Эта жидкость, которую мы сами с вами замешали, грубо говоря, она очень сладкая и кислая. У нее мега насыщенный вкус. Кислость такая вот... В принципе, приятная, но мне лично надоедают очень быстро кислые жидкости. Поэтому, если вам нравятся кисленькие, то, естественно, берите из этой линейки. Это мега классный вариант. Она очень насыщенная. В основном я чувствую здесь какие-то леденцы и прям чуть-чуть чего-то такого цитрусового. Как раз-таки, наверное, грейпфрут. Хотела вам уже начать говорить про крепость, потому что я привыкла, что постоянно у меня на обзорах жидкости на солевом никотине. Но это у нас нулевка. И лично для меня это огромный плюс, потому что в последнее время я не люблю крепкие жидкости. Какие там 50 миллиграмм, там, я не знаю, блин, да даже там 25. Я особо-то и не парю. Я вам реально скажу. Я хожу с этой нулевкой. Вот вы мне все жаловались в комментариях, что делать, я заливаю в пот нулевку, она горчит. Вот, вот какую нулевку, блин, надо брать. Вот, ничего не горчит. Все потрясающе. Стоит она дешевле, чем полноценная жидкость. И вы ее, блин, сами замешивайте. Здесь крутой дизайн. Кроме вот этих вот пимпочек, которые сложно снимаются, я пока не нашла ни одного минуса. Почему я парю нулевки, я вам уже сказала, потому что мне не нравятся в последнее время вот эти вот крепкие жидкости. И я на постоянке каждый день на протяжении всего дня парю нулевки. Не курю ничего там, никакие айкосы там, сигареты и так далее. То есть чисто нулевки. Вот, если вдруг мне хочется чего-то такого никотинового, смотрите, что я делаю. Я просто беру какую-нибудь никотиновую жидкость и добавляю немножко в картридж. То есть я залила нулевку, немножко мне там хочется чего-то никотинового, чуть-чуть я ее добавляю, какую-нибудь крепкую жижу, и у меня получается идеальный замес. Но в основном, как я уже вам сказала, я парю вот эти вот N-крешок уже, наверное, недели полторы-две, чисто нулевку, и меня все устраивает. Все потрясающе. И давайте мы с вами будем распаковывать новый картридж, чтобы залить туда нашу синюю малину, по-моему. Абсолютно новый картридж, мне так нравится. Куча картриджей, куча вкусов. Мы сегодня с вами много что попробуем. Нам надо буквально пару минут подождать, чтобы картридж пропитался. И давайте я вам пока расскажу, для чего еще можно использовать эти ароматизаторы. Да, есть еще для них применение, кроме как вы можете их смешать с глицерином и парить. Это, можно сказать, обычные пищевые ароматизаторы, которые добавляются также в пищу. Леденцы делают, они добавляют пищевые ароматизаторы. Йогурты, соки делают, добавляют пищевые ароматизаторы. И это такой же пищевой ароматизатор. То есть, и вы спокойно можете его добавить, например, в крем кондитерский, если вы делаете торт. Можете его добавить в еду, чтобы придать еде вкус, который у нас здесь написан. Чизкейк с клубникой и бананом. Прикиньте, как круто будет сделать чизкейк. И в этот замес добавить ароматизатор со вкусом чизкейка с клубникой и бананом. То есть, это будет еще больше пахнуть чизкейком с бананом и клубникой. Это будет на вкус слаще. Это будет вкуснее и это будет прикольнее. Чтобы это добавить в еду, вам просто надо взять вот эту баночку. То есть, вам не надо смешивать это все с глицерином. Синяя малина. Ну, это прям кисло. Это очень насыщенно. На вдохе я прям очень сильно ощущаю кислинку. Похоже на какую-то хуба-бубу. По-моему, была хуба-буба синяя с розовым, что ли. Вот очень похоже. Только, наверное, раз в 10 насыщеннее. Так, ну давайте как раз-таки и попробуем чизкейк с клубникой и бананом. Этот вкус, чизкейк с клубникой и бананом, я тоже уже парила. Он мне безумно понравился. Он обычный, он не кислый. Смотрите, у кислых здесь приписка кислой. И все просто. Если приписки нет на коробке, то это обычный вкус, не кислый. Давайте пробовать чизкейк с клубникой и бананом. Ну а это прям нежнятина. Настолько воздушно, настолько ванильно-кремово. Это очень вкусно. Десертный вкус, но без выпечки. То есть он такой более молочный, более кремовый, более сливочный. Это самый мой любимый вкус из всей вот этой вот линейки. Я уже практически все попробовала. И на данный момент топчик лично для меня. Так, давайте мы с вами попробуем просто клубнику. Открываем новый картридж. Все это заливаем. Так, напоминаю вам. Клубника. Кала, сплю. Так, у меня пропитывается картридж. Что же вам такого рассказать? Давайте я вам расскажу про свое прошлое. Как я тоже мешала жидкости. Когда я делала самозамесы. И сейчас я удивлена, что до сих пор вот это вот практикуется. Самозамесы. А как было раньше? Я вам сейчас расскажу. Было так, что вы берете основу, это пропиленгликоль, глицерин. Можно взять основу нулевку, тройку, шестерку, девятку, может быть двенашку. С щелочным никотином. Берете кучу ароматизаторов без пропиленгликоля. Пропиленгликоль уже был в основе. Гуглите какой-то рецепт. Были такие таблицы. Существуют же премиальные такие жидкости, которые стоят там по тысяче, по две, по три. Импортные жидкости, их вообще часто не достать абсолютно. И были таблицы, сколько, какого конкретного ароматизатора в процентах, миллилитрах надо добавить. Там, допустим, ароматизатор там калечев 3 миллилитра, ароматизатор там банана 2,5 миллилитра, ароматизатор там шоколада 6 миллилитров. Это было вот так вот расписано. И надо было по миллилитрам все это вымерять, каждого ароматизатора, чтобы все это замешать и получить жидкость такого же вкуса, как там какая-нибудь премиальная. Так, ну я думаю, уже пропитался картридж. Мы с вами пробуем клубнику. Это не настолько нежнятина, как чизкейк, просто клубника. Знаете, вот сюда прям идеально просится. Если вы хотите сделать из этого никотиновую жидкость, можете, окей, добавить там какие-нибудь никобустеры, хорошо, вы можете добавить какую-нибудь никотиновую жидкость прямо в картридж. Допустим, я беру жидкость со вкусом лимонный пирог, инфлейф, и могу сюда немножко в картридж ее добавить, у меня получится клубника и лимонный пирог. И вы можете также, короче, комбинировать какие-то вкусы. Плюс у вас немного добавится никотинчика. Ну, клубника как клубника. Чизкейк мне понравился намного больше, потому что он более нежный, он более сливочный. Клубника тоже неплоха. Но я вам говорю, что-то еще как будто бы сюда просится. Можете даже несколько жидкостей из-за этой линейки смешать. Там, я не знаю, смешать клубнику, смешать там синюю малину кислую, у вас уже там что-то другое получится. То есть это очень интересно. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Тогда поддержите его лайком и подпиской на мой канал. Всем пока!